красавец samsung когда-то они действительно были красавцы вот работали же по много-много лет смотрите это же трудяшка вот если бы вы в квартире вот так вот не убирали бы вы бы долго бы смогли там прожить смотрите а он живет живет и здравствует чего нельзя сказать про новенькие всякие самсунги смотрите переезжаем плавно внутрь мне потому и захотелось показать вам смотрите это не просто залежи это просто мусорка какая-то и как говорил командир нашей части в армии из тем не менее вот такой вот работяга первый раз поломался так хотелось показать вам ремонт на сладкой парочки но никак не попадаются такие телевизоры мне так модель 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 вот она модель ck-5035zr настоящая корея не китай так ну прервусь я прервусь почищу уберу и тогда не включается проблема не включается т.д.к.с. fcm-20a015 самсунг еще не китаезный и никогда не менялся какого же года это телевизор вот в тех телевизорах еще можно классно посмотреть обращаю ваше внимание вот берем видеопроцессор tda 8362b и в третьей строке у него 95 18 вот это есть 95 год 18 декада так декодер сикам ты до 83 95 п 3 строка 95 14 95 год 14 декада линия задержки ты до 4661 там какая-то остаток лака какого-то тоже 95 год или за 95 года 22 года так не включается а если в этих телевизорах предохранитель наверно есть есть конечно есть вот он предохранитель и по потемнению стекла уже видим с ним что-то не в порядке а как я уже учил не раз из-за чего может сгорать предохранитель может сгорать из-за входного дросселя вот этого может сгорать из-за позистора а позистор мне и не нравится такой он раненый тут уже что дальше некуда так давайте смотреть да действительно позистор здесь если и не замыкал то давно уже похоже не работал а предохранитель может гореть из-за пробоя между двумя половинками так ухты он за 22 года струх но 22 года он же проработал так хорошо бы если бы это был он это так вообще простой ремонт больше грязью занимался чем ремонтом а как же убедиться только ли он конечно же прозвонкой 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 так и куда мы станем тестером в первую очередь а станем мы на контакты накопительного конденсатора так называемой сетевой банки конечно же надо разрядить разряжал очка может быть профессионально любительская любительско-профессионально какая хотите можно лампочкой просто электрической на 220 вольт разряжать разрядили и тестером становимся туда щупами и вот если там показывают килоомы значит велика вероятность что нам повезло так а нам не повезло смотрите стал щупами и вот он наш ноль то есть КЗ так может КЗ сетевой банки наверное все таки надо достать схему и показать вам на схеме это может быть и микросхема транзисторный ключ внутри нее может же конечно сетевая банка может такое КЗ давать и диодный мост вот она наша сетевая банка а диодный мост у нас в виде отдельных диодиков вот там один вот там вот второй вот тут вот третий и вот тут вот четвертый вот их нужно прозвонить в одну сторону 4,5 кОм может и в обратную показать 4,5 кОм в зависимости от того как включен где в какой цепи но на нем не должно быть КЗ если на одном из диодов КЗ так нет нет на них короткого замыкания проверил а почему собственно могла сгореть микросхема а могла от старости могла могла от плохих контактов могла могла так что у нас там стоит за микросхема стрс 6707 да любили в те годы эту микросхему может быть она и вышла из строя ее нужно выпаять прозвонить цепи или как я показывал можно отсосом просто освободить от припоя выводы освободить и прозвонить ее без запайки в схеме первую, вторую, третью ножку если эти ножки между собой звонятся в короткое замыкание надо менять микросхему и предварительно конечно же обвязку проверить на наличие каких-то несоответствий и конечно электролиты проверить да и саму сетевую банку надо посмотреть ESR метром так пока делаем перерыв да шасси в районе TDKS P69 SA вот его схемку я найду и по схемке мы еще поработаем посмотрим 12 кОм прозвонка а как я это сделал было же ноль стою на сетевой банке щупами и как я говорил я освободил от припоя три ножки микросхемы освободил сначала вакуумным отсосом вот он красавец а потом вот такой иголочкой вот так вот надел и покрутил надел и покрутил надел и покрутил в результате три первых ножки висят в воздухе не касаются наших дорожек и короткое замыкание уже не обнаруживается нет в моей папке такой схемы есть другая есть вот такое шасси с сети 12 вот я даже его ремонтировал похоже в январе тринадцатого года когда-то здесь стоит стр с 6709 у нас стр с 6707 6709 лучшее мощнее и то же самое можно менять еще можно менять стр с 6708 то есть вместо стр с 6707 подойдет 6708 и подойдет 6709 вот он этот транзистор первая нога коллектор вторая ножка эмиттер третья ножка база вот он в составе этой микросхемы микросхемы он неисправен он вышел из строя нужно менять микросхему и конечно ну вот это не родная схема я все-таки сегодня еще посмотрю на компьютере распечатаю и посмотрим родную это не родная обвязочку нужно будет тщательно проверять вот это вот все то что к ножкам микросхемы припаивается это есть обвязка диодный мост как видим здесь он в виде блока а у нас в виде отдельных диодов в этой плате хорошо перерыв проверка мастер-китом ESR параметра показывает что вот эти два электролитических конденсатора C814 и C 808 да 10 Ом показывает это очень много не годятся а этот хороший 4.7 момент как вот эту микросхему снимать смотрите как классно она прикручена саморезом и ее мешает откручивать трансформатор ТПИ либо у вас должен быть такой ключик подкрестик загнутый либо придется выпаивать ее вместе с радиатором обычно когда бывает саморез длинный и он отсюда выходит то я его могу вот таким вот инструментом по крайней мере сдвинуть с места а потом уже сверху отсюда тоже прокрутить но здесь очень неудобно и ключика у меня такого нет выпаяю вместе с радиатором еще один пухленький электролит это питание видеоусилителей стабилизация цепи питания 4,7 по-моему 250 вольт я там не заглянул или 10 микрофарад может быть скорее всего у людей давно он показывал такими очень светлыми тонами и стянучками и они могли даже думать что у них сел кинескоп из-за вот этого конденсатора его тоже надо будет менять рассмотрел хорошо в линзу не знаю увидите вы или нет вот кольцевая ах поплыла ах поплыла ах поплыла так будет видно или нет вот эта ножка там есть кольцевая трещина я имею ввиду вот эту и вот этот вывод тоже и на деталях вы знаете вот на других пайках очень много такого подозрительного ну например вот как здесь я тоже рекомендую абсолютно все пропаять для того чтобы исключить выход из строя новые микросхемы а радиатор выпаивать это надо вот эти точки с помощью отсоса освободить от припоя и микросхему я уже выпаял уже освободил работа 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 а знаете что я еще решил сделать я решил проверить его этот самсунг на качество кинескопа все-таки 22 года стр неисправно позитор неисправен конденсаторы менять и в результате может получиться что там кинескоп просто никакой делать это не делать подключил я свой прибор который я вам уже показывал накал 6,43 ток через нить накала 630 миллиампер или 0,63 ампера даю прогреть пять минут щуп один подключаю на модулятор вот так вот крокодильчиком смотрите и мне удобно так вам показать и сейчас по часовой стрелке у нас green red blue то есть зеленая красная и голубая давайте начнем с зеленой по четвертой шкале сверху практически за 150 килоом это не так важно точность это много зеленая так red вот какой разброс видите для чего этот прибор больше 40 килоом где-то 42 и голубая ой-ой-ой-ой-ой ой-ой-ой 160 где-то килоом много я считаю кинескоп дохлый кинескоп дохлый а вот прав я или нет вот сейчас я заменю микросхему электролитические конденсаторы и увидим так и в обратном порядке вот так я выключаю нокаут убираю вот вот таким образом я могу проверить любой кинескоп относительно проверить нельзя все проверить нельзя проверить выгорание люминофора нельзя проверить нельзя проверить могут быть при подаче всех требуемых напряжений какие-то пробои внутри кинескопа утечки таким методом их проверить нельзя то есть это такой косвенный вспомогательный метод какой же кинескоп здесь стоит samsung корея а вот это его маркировка а 48 крд 82 x хорошо вот интересно посмотрим саморез который крепит микросхему и вы наверное уже догадались я вас сразу испугал а у меня в запасе есть вот такие обрезанные битки может у кого-то есть что-то лучше а у меня так и вот эту битку я вот сюда вот так вот подставляю на саморез вот таким инструментом зажимаю и сдвигаю в сторону а потом уже откручиваются практически от руки если у вас таких приспособлений нет только выпаивать радиатор что тоже очень противно потому что нужно включать 100 ватт паяльник там даже 60 ватт вы не прогреете места пайки этого радиатора то есть что так что так нужно поморочиться лучше вот сделать такие битки если вы этим занимаетесь если там все хорошо получилось выпаять вот так вот просто вынимается микросхема стр так ее зовут вот и как обещал я распечатал схему очень похоже на ту которую я вам показал с другого телевизора вот он внутренний транзистор первая вторая третья ножка очень четко он прозванивается тестером если он исправен и если он неисправен особое внимание вот эта емкость c808 220 микрофарад 25 вольт между третьей и четвертой ногой из-за нее из-за потери емкости увеличения ее сопротивления ESR может выходить из строя я уже сказал электролиты меняем не глядя и вот этот и вот этот и проверяем конечно же так по возможности диоды да и вот этот вот можно заменить электролитик стабилитрон транзистор в общем внимательно подходите к этому вопросу читал я что вторичные цепи вам показываю читал я что вот из-за этой емкости c810 выходит из строя стрка читал давно знаю но ни разу не встречал вот она где стоит вот смотрите вот где радиатор трансформатор и вот эта емкость параллельно диоду не знаю здесь она в отличном состоянии можно конечно поднять ножку прозвонить но маловероятно у меня такого никогда не было так все сейчас паяю кстати ага ну у меня лазерный принтер и любую требуемую схему если я еду на какой-то вызов и мне не хватает информации я распечатываю потом эта схема у меня остается и уже в следующие разы она у меня есть мне не нужно распечатывать так что если вы серьезно ремонтами занимаетесь а вот покрупнее вот эти вот этот кусочек схемы первичный обвязка микросхемы первичные цепи блока питания я сделал даже покрупнее как хотите это сейчас компьютерные технологии позволяют сделать для себя хорошего любые капризы и конечно владея информацией делать намного легче намного быстрее продолжаем прозваниваем микросхему база у нее третья ножка коллектор первая ножка видите КЗ эмиттер КЗ первую вторую ножку КЗ короткое замыкание все микросхема повторяю неисправно замена вы знаете что в этом телевизоре нет сервисного меню все регулировки здесь так называемые аналоговые вот я вам показываю плату кинескопа смотрите сколько регуляторов как это замечательно никакой системы автоматического баланса белого из кинескопа можно выдавить все вот еще регуляторы вот это вот нехорошая эксплуатация так нельзя эксплуатировать это у них значит удлинитель там горит конкретно то есть не контачит вот если такие вещи происходят нужно обязательно людям заменить вот если такие вещи происходят удлинитель не годится не годится надо менять в срочном порядке и не портить аппаратуру ну до удлинителей ли да тут и так куча проблем еще тут телемастер про удлинитель что-то рассказывает что-то включился вот вам и кинескоп вот вам и самый сильный красный цвет а зеленого нет и синего нет хорошая прозвонка кинескопа хороший приборчик для накала хороший позволяет четко определить но я уже ради принципа сейчас думаю все таки я его запущу сделаю для того чтобы убедиться а вот то что я обещал по видеоусилителем не вижу так что тот пухленький конденсатор по моему очень даже ничего тот пухленький кондер давайте поклацаем включаю опять стал дежурку пошел и вот так вот прогревается видите хотя ремонт заказан ремонт получен любой каприз за ваши деньги и и Продолжение следует...